Радоваться жизни, идти к своей мечте, трудиться. Таких принципов придерживается героиня нашего репортажа Люба Московская. О её судьбе, о её желании, которое спустя много лет исполнилось, и о незабываемой встрече в Москве. Репортаж Светланы Шагановой. Каждый сам кузнец своего счастья. Судьба Любы Московской складывалась непросто. Мы нашли там, в Московском. Я была ребёнком без имени, без фамилии. И мне дали в честь Москвы Московского. Люба попала в заботливую семью под названием «Забота». Детский дом стал для неё островком добра. Благодарна за их воспитание для меня. Они меня очень хорошо воспитали. В этом детском доме реально очень хорошо воспитывают детей. И я просто им благодарна, что меня воспитали. Воспитали просто очень хорошо. На каждом мероприятии Люба была в центре внимания. Яркая, весёлая, активная, творчески одарённая. Она успешно проявила себя и в изобразительном искусстве. К нам преподаватель приезжала, приходила и нас учила. Там всё рисовать. Больше у меня получается срисовывать. Я хорошо у меня срисовывать. Любой предмет, любого человека. Я даже училась лицо человека рисовать. Выпустившись из детского дома, Люба успешно отучилась в колледже. И получила сразу две профессии. Оператор ЭВМ и повар. Что связано с компьютером, я могу разобраться, понять причину и так далее. А вот повар, я вам скажу, я не очень хорошо повар училась. Не буду вам брать. Я не скажу, что я вообще ничего не умею готовить. Меня вас когда спрашивают, как ты живёшь одна. Типа, умеешь ли ты готовить, умеешь ли ты там убираться. Это, конечно, я приготовлю для себя, для гостя своего. Уют в своей квартире, которую предоставило государство, Люба практически создаёт сама. Генерально мне помогает уборку делать. А так помыть посуду, поднести полы, пыль вытать. Я могу всё сама делать. Милая, хрупкая, обаятельная, с лучезарной улыбкой, но с остальным стержнем внутри. Люба очень целеустремлённая, уверенная в себе. И всё это помогло сбыться её мечте. Ещё в детском доме у Любы появился кумир, известный визажист Гуар Аветисян. Её показывали по пятнице, канал по утрам в час, с 7 до 8 утра. И я за ней наблюдала. Я пока она не закончится, я не уходила на завтрак. У нас 8 часов всегда был там в детском доме завтрак. И я наблюдала за ней каждый раз. Потом, когда выпустила детского дома, опять же, я нашла её в Инстаграме. И в Инстаграме наблюдала за ней. Не просто наблюдала, а ловила каждое движение её руки. И хотелось учиться у Гуар. Конечно, не онлайн, а ужила его. И можно сказать, что наперекор судьбе Люба родилась под счастливой звездой. Благодаря благотворительной организации «Сердца КЧР» Люба встретилась с Гуар, сперва в Нальчике. И тогда визажист пообещала пригласить девушку в Москву на обучение. И желание Любы исполнилось. Она была очень красивая, загорелая, очень тёмненькая, высокая, талантливый человек. Вообще, с тут слов не скажешь ничего. Мастер своего дела. И главное, она очень добрая. Люба Московская получила заветный сертификат от Гуара Витясян. И уже успешно демонстрирует своё мастерство. Преображает девушек. Но сейчас, на начальном этапе занятости, Любе нужна поддержка. Необходимо приобрести специальный столик для визажиста и найти место в салоне. Я не отказываюсь от помощи. Никогда не отказываюсь от помощи. Но и не прошу помощи никогда. Я верю в себя, я верю в Всевышнего. Я знаю, что эти времена трудные, они не вечны. Какую веру ты исповедуешь? Я Карачаевка. У меня фамилия русская, московская. И все, когда узнают, что ты московская, ты из Москвы, у меня это чуть-чуть поражает. Потому что, ну нет, почему сразу из Москвы? Я говорю нет, я из поселка московская, в Соджи Гуты, КЧР. Немало примеров, когда люди с ограниченными возможностями здоровья достигают успеха в жизни. И Люба Московская, сильная духом. Она просто умеет жить. Она активно занимается любимым делом и удивляет своим упорством. Я не буду стесняться, я не буду смущаться, что у меня есть инвалидность. Да, я скажу любому человеку, у меня есть инвалидность второй группы, ДЦП. Но это не факт, что на этом мы должны закрыться в доме, все плохо и так далее. И на этом нельзя останавливаться. Мы должны стараться жить, мы должны выживать, мы должны верить в себя. И именно вера в себя помогла Любе, наверное, еще когда она была ребенком. Когда она грезила о своем счастье, она верила в свою мечту, даже несбыточную, похожую на мечту Ассоль, которая ждала корабль с алыми парусами. И Люба сама, пазл за пазлом, собирала свою судьбу. И сейчас она полносил для полноценной жизни. Не опуская рук, с гордо поднятой головой, живет и показывает пример всем, как не затеряться в этом порой коварном мире, быть добрее, не оставлять в беде и в нужный момент просто протянуть руку помощи. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.